Всем привет, ребята! И сегодня в этом видео я бы хотела поговорить на тему лазерной коррекции зрения. И той операции, которая у меня проходила 4 месяца назад, я бы хотела вам рассказать о том, что сейчас с моими глазами, как прошло восстановление, что вам вообще ждать, если вы решились на эту процедуру, что происходит через несколько месяцев после операции, там, как зрение восстанавливается. В общем, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь и давайте начнем. Я думаю, что это очень полезный опыт будет для тех, кто очень давно хочет сделать себе коррекцию зрения, но не решается. И я хочу вам доказать, что, в принципе, в этом нет ничего страшного, но есть, конечно, свои нюансы, о которых стоит знать. В общем, поехали! Итак, кратко, наверное, о том, какую операцию я вообще делала, по какому методу я делала лазерную коррекцию зрения по методу LASIK. Это такой, знаете, уже более усовершенственный метод этой операции, поскольку есть еще другой, который называется вроде бы ФРК. И это такой более старый, но он более дешевый. В принципе, эти методы работают одинаково, то есть они восстанавливают зрение, но у них есть, конечно же, свои показания. LASIK вроде бы советует тем, у кого небольшой минус, например, вот у меня было минус 3,5, а ФРК вроде бы показан для тех, у кого достаточно большой минус. Но, тем не менее, вы можете выбрать любую из этих операций, если у вас нет никаких противопоказаний. Еще раз повторюсь, что LASIK будет чуть дороже, чем ФРК. Если говорить о стоимости операции, это всех волнует. Очень много вопросов у меня было в инстаграме по этому поводу. Я делала в своем городе, я живу в Кирове, я делала операцию за 50 тысяч рублей. Это вот такая сумма со всеми анализами, обследованием предоперационным, которое вам нужно обязательно будет пройти. И потом это обследование будет действовать 3 месяца, то есть за 3 месяца вы сможете решить, будете вы делать операцию, не будете. Я не знаю, сколько стоит операция в других городах, в разных клиниках, все по-разному. Вы можете просто зайти на сайт клиники, которую вы выбираете там в своем городе и узнать стоимость. Обычно прайс-листы у них прямо на сайте находятся, так что все это в открытом доступе. Почему я делала операцию по методу LASIK? Она обошлась мне дороже примерно тысяч, наверное, на 15, чем та операция, которая более таким старым методом проводится. Во-первых, потому что после LASIK восстановление всего один день. То есть на следующий день, после того, как вы сделали операцию, вы можете уже делать все свои обычные действия, которые вы делаете каждый день. И как будто бы ничего и не было, как будто бы операции и не было. Конечно же, вы будете испытывать еще небольшой дискомфорт в области глаз, но тем не менее восстановление происходит один день. И вы можете уже там читать, писать, смотреть в телефон, телевизор смотреть. И если у вас нет никаких дополнительных проблем, то это по сути все. То есть один день, и вы видите идеально. Но я бы сказала, что, наверное, полностью зрение, то есть единица у меня пришла где-то через несколько дней. Наверное, через дней, так, может быть, пять. До этого у меня один глаз видел хорошо, другой немножко похуже. И там на следующий день нужно сразу идти проверяться. Потом еще через неделю идти проверяться. И как раз, когда вас проверяют через неделю после операции, можно уже говорить о том, какое у вас будет зрение. Если у вас был небольшой минус, то в целом зрение должно быть единицей. У меня сейчас зрение единицы, и вы не представляете, насколько это круто ходить в солнечных очках без линз, без всего. Там, не знаю, ходить по улице, видеть все, каждый цветочек, лепесточек видеть это своими глазами. Почему я вообще решила сделать эту операцию? Многим как бы нормально в линзах ходить. Я ходила в очках, реже ходила в линзах. Видео только в линзах практически всегда снимала. Я не могу ходить в линзах. Долго я не могу ходить вообще ни в каких линзах, какие бы я только не пробовала. Я всегда испытываю дискомфорт. То есть буквально через пару часов я должна капать в глаза, и все равно я испытываю дискомфорт, как будто у меня что-то в глазах не так. Как будто там что-то застряло, и линзы всегда мне доставляли очень много дискомфорта. Поэтому чаще всего в обычной жизни я ходила в очках. Но в очках неудобно ходить зимой. Если вы ходите в очках, вы понимаете, снег летит там летом. Если вам нужно надеть солнцезащитные очки, вы не можете ходить в своих очках. А летом в линзах мне было еще сложнее ходить, поскольку просто было очень жарко, как-то все вот эта грязь, и мне нужно было постоянно капать. Короче, было ужасно. И я линзы носила очень и очень редко. Я не могу носить линзы, потому что у меня, так скажем, синдром сухого глаза. То есть у меня недостаточно вырабатывается вот этих вот увлажняющих слез. Это не те слезы, которыми мы плачем. Это какие-то другие слезы, насколько я знаю. В общем, у меня недостаточно увлажняется глаз сам по себе. И мне нужно постоянно капать, мне нужно постоянно за этим следить. У меня там бывают какие-то, знаете, отделения в глазах, которые именно связаны с синдромом сухого глаза, которые я тоже регулярно каждый день убираю. В общем, из-за этого я не могла носить линзы. Так вот, сразу после операции мой синдром сухого глаза обострился настолько, что я вообще не могла нормально существовать. То есть, да, я восстановилась на следующий день, у меня глаза уже и так не болели, но они ужасно сильно засыхали. Мне было настолько больно, что я капала, наверное, каждый, не знаю, каждый час я капала капли в глаза. И это мне практически не помогало. И мне в больнице, в принципе, сказали, что это нормальное явление. После операции слезная пленка восстанавливается долго. Но, если у вас нет синдрома сухого глаза, то, мне кажется, у вас вообще такой проблемы не будет. Но, опять же, я говорю только о себе. И так как у меня есть эта проблема, мои глаза часто устают, засыхают, то моя слезная пленка восстанавливалась как раз-таки 4 месяца после операции. Спустя 4 месяца я могу сказать о том, что мои глаза, в принципе, вернулись к тому состоянию, к которому они были до операции. И сейчас я могу вкусить вот именно все плюсы от лазерной коррекции. Я хорошо вижу, я не парюсь об очках, о линзах. Я могу сейчас носить цветные линзы по желанию, какие я захочу. То есть, бывает так, что ты хочешь заказать цветные линзы, а там нет твоих диоптрий и все вот эти проблемы. Но сейчас я могу себе любые цветные линзы позволить, если я реально захочу какие-то линзы надеть. Я могу в них, в принципе, ходить там несколько часов, потом мне начинают глаза устывать. Но для видео можно надевать, то есть, с этим вообще никаких проблем нет. Единственный такой момент, что после операции вы будете хорошо видеть, у вас будет зрение единицы, вы вдали все будете идеально видеть. Но немножко вот то зрение близкое, которое у вас было хорошо развито из-за вашей близорукости, оно у вас немножко сядет. Я, например, сейчас очень какие-то маленькие буквы, вот очень маленькие, вижу уже не так четко, как я видела их раньше. То есть, мне нужно немножко уже подальше отставить, скажем, баночку, где очень мелкий шрифт, там что-то написано. Потому что вот такие маленькие детали уже рассматривать намного сложнее. Но я как бы их вижу, но просто не так четко, как раньше. Это связано с тем, как мне объяснили в клинике, что вот ваша близорукость, она как бы компенсирует дальнозоркость. И вы близко будете всю жизнь видеть очень хорошо, если вы не сделаете лазерную коррекцию. Но если вы ее уже сделали, то с возрастом, годам к 40, ну как это обычно бывает, ваше близкое зрение начнет вас покидать. То есть, нужны будут очки для чтения, там если что-то вблизи делать, нужно будет, как вот эти очки, которые на плюс. Но вдали вы будете всегда видеть хорошо. Если же операцию не делать, вы всегда будете близко видеть хорошо, а вдали плохо. То есть, вот такие нюансы. Но я подумала, что раз уж у меня такая проблема с линзами, что я не могу их, в принципе, носить часто, мне нужно видеть далеко, постоянно, то 20 лет прожить с хорошим зрением, я, в принципе, выбрала от себя вот это. То есть, 20 лет я буду хорошо видеть, 20 лет я абсолютно не буду ни о чем думать. Что будет потом, неизвестно. Как там вообще жизнь повернется, буду ли я вообще через 20 лет, понимаете, да? То есть, я думала конкретно о сегодняшнем дне, о том, что я сейчас хочу видеть, о том, что мне сейчас так будет комфортно. Потом, возможно, да, очки для чтения понадобятся, но это уже не будет доставлять такого дискомфорта, как близогругость, поскольку мне приходилось ходить в очках постоянно, то есть, я вообще их не снимала. Не то, что там для чтения или для чего-то, я в них ходила вообще не снимая их, а тут как бы только для чтения. Еще один момент, я думаю, будут какие-то вопросы по поводу того, как проходит сама операция. Моя операция проходила, наверное, не больше 10 минут на двух глазах. После этого, конечно, ужасное ощущение, после самой операции, ужасное ощущение, сразу же после нее вы не можете смотреть, вам больно от света глаза, они у вас все опухшие, все очень красные, но это проходит быстро. Во время самой операции нет никаких практически неприятных ощущений, это абсолютно не больно. Это не так, как многие описывают, я не чувствовала никаких неприятных запахов, многие говорят, что чувствуют там запах жженого мяса или что-то такое. Я ничего такого не заметила, все было нормально, комфортно, очень быстро. Единственный момент был неприятный, там, когда распорку глаз вставляют, ее затягивают, и когда какой-то как будто бы вакуум на глаз надевают, чтобы его так чуть-чуть подвытянуть. В общем, если вы будете делать операцию, вы сразу поймете, о чем я говорю. Но в целом операция очень быстрая, абсолютно не больно. Теперь, конечно же, у меня абсолютно другая жизнь, с новыми глазами. Я не беспокоюсь абсолютно об очках, о линзах, я не беспокоюсь о том, как мне выйти на улицу, если я забыла очки, что я не могу идти, мне ничего не видно, я больше не щурюсь в магазине. Ну, в общем, все вот такие моменты, обычные бытовые, они для меня теперь в прошлом, потому что теперь я хорошо вижу, и это ни с чем не сравнится. Я долго думала над тем, делать ли мне операцию, не делать ли мне операцию. Пройдя все это, я могу сказать, что это стоило своих денег, это стоило того, чтобы это вытерпеть, вынести, потому что сейчас у меня абсолютно другая жизнь с новыми глазами. Я настолько рада, что я смогла себе позволить эту операцию, что я на нее накопила денег и решилась на нее, потому что, правда, это чувство ни с чем не сравнится. Еще один момент. После операции все будет очень ярким, то есть с новыми глазами, с новым зрением. Вот у меня лично так было, не знаю, как, может быть, напишите, если вы делали операцию, если у вас так, мне было все очень ярким, и сейчас остается очень ярким. Некоторые фонари, мне кажется, светят намного ярче. Раньше я красилась, например, с лампой такой настольной и с такими огоньками над раковиной, прямо в глаза меня светили, мне было нормально, никакого дискомфорта. Сейчас, мне кажется, это очень ярким, мне приходится убавлять свет, выключать свет, чтобы отойти от него как-то. Вот такой момент. И телефон, опять же, мне кажется, очень ярким. Раньше у меня яркость была на полную, и меня устраивало, сейчас я ее убавляю, потому что, ну, все какое-то очень уж яркое для меня. Вот такой момент еще после операции, но я думаю, что, наверное, у всех индивидуально это. Так что плюсов огромное количество, но есть и свои нюансы, поэтому решать только вам. Хотите вы делать операцию, не хотите, но я определенно не жалею об этом. В общем, да, увидимся очень скоро, и всем пока-пока!